Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами в выездной студии находится необычный состав. Дело в том, что выпуск этого подкаста делается на конференции DevOpsConf Russia 2018, и у нас необычный состав. С вами я, голодный из города Иркутска, мой коллега-подкастер Константин Кэс-Даймон. Он самый, всем привет. Всем привет, да. И с нами третьим, так сказать, соведущим Андрей Амаркелов из компании InfoBip. Да, все верно, всем привет. И дело в том, что мы его выцепили, практически вырвали из окружения, так сказать, наших друзей и участников конференции, потому что у него только что закончился митап. На этом митапе он рассказывал много интересного, но мы об этом, так сказать, к этому вернемся чуть позже в нашем подкасте. Сейчас мы познакомимся. Андрей, вот скажи, пожалуйста, как ты вообще в мир идти-то в лес? Чем сейчас занимаешься? Я работаю в компании InfoBip. Компания – это сервис-провайдер. Мы предоставляем услуги, соединяем бизнес и конечных пользователей. Это SMS, Viber, Push, сообщения, различные омниканалы. Сейчас работаем по всему миру. Компания активно развивается, и мы стараемся использовать современные практики. И здесь, на конференции, я приехал поделиться как современными тулами, которые мы используем, так и подходами в архитектурном плане. Хорошо, ну а сам ты непосредственно чем занимаешься? То есть ты инженер, девопс, программист, архитектор, тим-лид, я уж не знаю. А список такой прям, знаешь, простыня. Выберите нужные. Выберите нужные, да, галочки. Я думаю, что это называется инженер, потому что я занимаюсь много разработкой. Я также занимаюсь инфраструктурой и занимаюсь тестированием. И вообще я готов поговорить с коллегами на любые темы. Это идеальный кандидат для участия в подкасте. Во-первых, человек все делает руками, а это в нашей индустрии ценится. Во-вторых, готов поговорить. Вот это прям вообще. Да, кстати, был митап, ты же не один на митапе-то выступал, Андрей. Расскажи вообще о чем был митап, про что. Потому что мы тут, так сказать, бегали, пока организовывали все пространство, где мы что можем. Пропустили всю самую мякотку, так сказать. Мы рассказывали про Prometheus, как можно быстро начать использовать Prometheus, если никогда о нем не слышали. Насколько это можно сделать быстро, за 45 минут. Мы показали, что развернули Prometheus, все его компоненты. И на реальных примерах, на экспортерах для Atlassian приложений. Мы выбрали Atlassian, потому что Atlassian нам пользуется практически каждая вторая компания в мире IT. И мы показали, как можно мониторить готовый продукт. Давай, знаешь, еще на всякий случай вдруг найдутся среди наших слушателей, которые не слышали такого слова. Prometheus. Да, Prometheus. Это же, по большому счету, такая система, не скажу, что мониторинга, но нечто большее, мне кажется. Да, это система, позволяющая мониторить приложения, можно сказать, в широком смысле. Она в себя включает компоненты для того, чтобы делать нотификации. И плюс очень богатый синтаксис языка запросов, который позволяет даже не техническому человеку, или, как сказать, слабо техническому, допустим, людям, которые работают на поддержке первой, второй, третьей линии, спокойно пользоваться, анализировать проблемы. Слушай, ну, наверное, все слышали, знаешь, что там стандартный жабекс, да, старый монстодонтов еще, кактусы и прочее. А чем Prometheus? Все-таки, кажется, довольно-таки свежая система, но относительно выше озвученных, да? Чем ее основные-то преимущества? Во-первых, она создана для клауд. Наша компания работает в клауд, и он развивается для клауд. То есть, приложению, чтобы начать использовать Prometheus, достаточно просто показывать метрики. Не нужны никакие агенты, не нужно дополнительный софт какой-то сложный ставить или требования на машины безопасности. Все, что нужно, это дать один endpoint, и это будет работать. Ну, в смысле, в твоем приложении должен быть endpoint, который будет встречаться... Отдаваться Prometheus в метрике, да. И самое замечательное то, что, ну, как в реальных приложениях, инстансы добавляются, удаляются на протяжении дня даже, могут, если нагрузка возрастает, добавить 10. Переезжают, это миграция, больная тема, потому что у нас есть опыт некоторый. Да, автоматически добавляются, Prometheus сразу же о них узнает и начинает собирать метрику. То есть, это все происходит довольно плавно, не нужно никакого вмешательства. А вообще, вот в целом, как давно ты пользуешься Prometheus, и, собственно говоря, там же просто так же нельзя, вот это как-то, нельзя просто так поставить все мониторинги. Вот как раз таки можно, потому что у нас в InfoBip уже два года в проде. Мы изначально использовали Graphite, но так как у нас дата-центры изнесены по всему миру, Graphite не очень хорошо подходит, потому что там нужно прописывать IP-адреса, куда пушить, то есть довольно сложная архитектура получается. С Prometheus все проще, мы начали использовать, я сразу же написал для Atlassian продуктов экспортеры. В принципе, они сейчас уже, ну, насколько я вижу, пока 400 компаний пользуются по всему миру, но я считаю, что за... Это прямо успех, мне кажется, слушай, вот успех. 400 всего лишь, да? Нормально. Слушай, а вот если вот так вот абстрагироваться немножечко от облачной инфраструктуры и попробовать вообще нарисовать некоторую архитектуру вот этого системы мониторинга, как она должна быть правильно построена. То есть есть приложение, у приложения есть инпоинт, соответственно, и система вот, ну, в данном случае Prometheus, каким-то образом ходит и, ну, как такой health check выполняет по большому счету, да, то есть она так проверяет, стучится к каждому приложению, к каждому инстансу, а как она получает информацию о том, что нужно ходить вот именно туда стучаться или сюда стучаться. Потому что, как мы только что выяснили, история с переездами, это достаточно частая история, история с поднятием дополнительных инстансов, это достаточно частая история. У нас здесь, кстати, на конференции был совершенно замечательный доклад о том, как Кубернетес всех убьет, ну, или там всех победит, по крайней мере. Тут все очень просто. У Prometheus есть отдельный компонент, который называется Serious Discovery. Есть готовые интеграции на Amazon, на ZooKeeper, на Console, на самые популярные. Если у кого-то используется совсем кастомный Serious Discovery, можно использовать файл. Этот файл Prometheus автоматически анализирует, что он изменился, и если туда добавились, также Prometheus предоставляет инструмент, который проверяет этот файл на корректность. Ну и, допустим, можно каждые две секунды, если информация об инстансах хранится в базе, даже в обычной реляционной, опрашивать каждые две секунды базу данных. Если что-то появилось, обновляется файл, ну, допустим, по крону, и все, Prometheus после этого автоматически знает о нодах, начинает опрашивать. Слушай, а вот я так понимаю, что именно настройку базового такого субсета ты как раз и показывал на митапе, который только что проходил, только что закончился. А вот скажи, ты же не один был, вы же вдвоем там выступали. Да, со мной выступал Алексей Матвеев, это архитектор из Райфайзенбанка, он большой специалист по джерри битбакету, по атласинским продуктам, атласин чемпион, признанный уже несколько лет, и он как раз пытался рассказать, что вот эти Prometheus можно использовать не только для того, чтобы мониторить низковоуровневую систему, диск, память же, а что на этом можно реально получать бизнес-метрики, то есть даже не для инженеров, для проект-менеджеров, для супервайзеров, и так использовать. Мы хотели показать как раз это, то, что... Слушай, это реально очень круто, на самом деле, когда ты делаешь продукт, и вот это вот сделать... На самом деле есть стандартный достаточно путь, когда используют такую связочку, которая много раз упоминалась в наших подкастах уже, это, соответственно, Elasticsearch, Logstash, Kibana, соответственно, когда мы, соответственно, сгружаем все эти, так сказать, нервы, нервы, да, в одно какое-то место, и потом оттуда строим какие-то дашборды. А чем Прометеос в этой ситуации как бы лучше, или что он позволяет сделать? Во-первых, он намного проще. Это решает, мне кажется, да. Да, вот в клауд-инфраструктурах, вообще в клауде все должно быть настолько просто, насколько можно, потому что все меняется постоянно, и если уже начать использовать какую-то тяжеловесную систему, то уйти оттуда будет довольно сложно, и потом придется страдать. Вот, допустим, сейчас я работаю над проектом, мы используем Elasticsearch, у нас 21 нода, и мы тратим очень много времени, чтобы заставить его хотя бы записывать сообщения со скоростью 100 тысяч месседжей в секунду. И это не так-то просто, а Прометеос спокойно в базовой конфигурации в полмиллиона в секунду забирает. Слушай, ну смотри, одно дело положить, записать, это понятно, первая стадия, надо собрать. Много всего, большие объемы, но в конечном итоге тебе не интересны все эти вот ежесекундные метрики, а вопрос стоит о том, чтобы их анализить, и вот это же самое дашборды, они же агрегируют, да. И вот в этой части, так сказать, это что как решается? Тоже самим Прометеосом вот эти агрегации, настройки правильных каких-то связей, так сказать, сложных таких логических каких-то метрик, да? Ну смотри, Прометеос изначально был отдельный тул на визуализацию, теперь они его больше не используют, используется Grafana. Grafana – это, наверное, один из лучших, на мой взгляд, тулов для визуализации данных, как он не только с Прометеосом работает, с другими дата-сорсами. Плюс Прометеос язык запросов, он настолько простой, что легко можно сохранить Grafana. Ну то есть Прометеос просто хранит сырые данные, но ты при этом можешь написать там запросы, и потом на основе этих запросов делать уже экспорт в какие-то там Grafana, куда хочешь тебе, собственно говоря, да? Да, он забирает Grafana, берет данные из Прометеоса, отображает их так, как нужно. Слушай, ты говорил, что вот это вот сравнение, ну и в вашей компании уже накоплен определенный опыт, Прометеос и, соответственно, ЕЛК, стек, да? И что одно… А почему вы не пользуете только одно? Почему? Зачем два вам решения? ЕЛК мы используем не для мониторинга, в первую очередь мы используем для немножко других целей. мы используем для записи входящего-исходящего трафика, чтобы если нам в систему приходит что-то битое, мы могли это легко найти, но все равно мы в первую очередь ходим на Прометеос, потому что он быстрый, Прометеос алертит, показывает, что что-то не так, и потом мы уже в медленном поиске пытаемся это где-то найти в логах. Слушай, ну вообще это тема дашбордов, которые, собственно говоря, позволяют, ну там это классическая схема, когда ты заходишь в команду, в группу разработчиков, да, и где-то, значит, на стене висит огромный монитор, где, соответственно, зелененькие красненькие лампочки, или там какой-нибудь график бежит, и первый такой пристальный взгляд, а понятно, что место на экране, оно всегда дорогое, потому что там нужно поместить, ну ты, ну, четыре графика максимум туда можешь поместить, потому что, ну, даже если в кабинете и там висит огромный монитор, все равно четыре графика ты еще можешь как-то видеть, ну и там пять-восемь лампочек. Вот по твоему опыту, по твоему мнению, какие характеристики нужно мониторить прежде всего вот на таком дашборде, где место действительно очень дорого? Ну, смотри, мне кажется, все компании, которые внедрили в себя мониторинг, они проходят определенные этапы. Сначала все понимают, о, насколько это классно, мы сейчас узнаем все о приложениях, настраивают алерты, потом этих графиков становятся миллионы, алертов каждый день, каждую секунду прилетает, что что-то не так, и потом начинается вот этот обратный процесс, так же, как с базами данных, когда их нормализуют, а потом денормализуют. И, на мой взгляд, это даже самый большой плюс, потому что ты накапливаешь знания о своем сервисе, о котором, ну, может быть, знал, как работает настолько много, что ты понимаешь, каждый кусочек работает, и выделяешь оттуда важные, и уже начинаешь делать действительно качественный продукт после этого. И я считаю, что каждая команда должна для себя решить, для своего сервиса, какие метрики важные. То есть, это такой процесс зрелости, то есть, условно говоря, команды через мониторинг. Ну, в общем, серебряной пули нет, я к тому, что надо в каждом... Ну, что ты, ну, вот, взял на всю тему, да. Я считаю, что нету. Да. Но я считаю, что этот, вот этот путь обучению, он очень важен для того, чтобы начать, да, с зрелой продукты делать уже. Да. Хорошо. Если мы, кстати, вот метап-то закончился на конференции, а что-то, какие-то артефакты с него остались, я так понимаю, что конференция записывает все доклады, все выступления, но кроме метапов. А метапы – это то, что можно получить только на конференции. Это очень круто, кстати. Но все равно, у вас же есть какие-то презентации, или вы какие-то отдельные доклады, или статьи у вас есть по теме, которую вы с коллегой, соответственно, докладывали сегодня? У нас есть, в общем, обзор про мониторинг с помощью Prometheus для Atlassian приложения. Это есть в Atlassian Community, есть на Хаббар. Мы ссылочку обязательно предложим. Быстрый старт с Prometheus, как выкачивать, как запускать для Linux-машины через докер. Есть у меня в репозитории, которые я использовал на метапе. Это можно посмотреть, пройти по шагам и у себя развернуть, посмотреть, как это работает. Это очень круто. Мы, кстати, положим, что он к этому подкаст. Обязательно. Обязательно вот эти две ссылочки. Андрей, а вот если посмотреть вообще на комьюнити, у комьюнити всегда решают какие-то задачи. Ну, то есть, понятно, что есть какие-то первоочередные. Сначала мы там должны как-то собраться, но у Prometheus уже достаточно большое комьюнити. Потом мы начинаем решать какие-то злободневные проблемы. Ну, то есть, прямо типа у нас все горит, мы тут здесь тушим, там тушим, что-то организуем. Потом просветительская какая-то роль появляется у комьюнити, что мы покрываем как бы сообщество, покрываем, соответственно, какие-то конференции своими выступлениями. Но в целом как бы есть какая-то такая нить, какая-то основная боль, которую комьюнити пытается решить. Ну, зачем это вообще все создается? Ты участвуешь активно в комьюнити и Prometheus, и, я так понимаю, еще и в, соответственно, немножечко ВЛК, немножечко, так сказать, присутствуешь тоже. А ты бы рассказал, что ты делаешь, какие проблемы ты решаешь? Я для Prometheus, то есть, как я уже говорил, разрабатываю экспортеры для приложений Atlassian, для того, чтобы компании могли... Сейчас уже Atlassian предоставляет решение как дата-центры, это когда много инстансов обрабатывают, десятки миллионов запросов, helpdesk, и я предоставляю им способ это отправлять в Prometheus, чтобы быстро понимать, где проблемы. Я хорошо знаю, что для многих компаний, если, допустим, Jira не работает один день, то это многомиллионные потери. Труба, труба, да. Ну, собственно говоря, помогаешь девелоперам девелопить, а не просто говорить, а там все компилируется. Нет, слушай, ну вот интересно, мне кажется, знаешь, Антон чуть другой спрашивал, есть ли какие-то такие структурные, может быть, проблемы? Знаешь, как бывает, проект появился, вот он какая-то начальная, да, и классная идея, давайте мониторить, сейчас супербыстро есть, там, значит, старые, там все медленно, а вот мы супербыстро напишем. Проект начал развиваться, да, и тут как бы, ну, в силу комьюнити, в силу, так сказать, нашей индустрии, да, появляется, может быть, акцент сместится, может дорожку немножко завернуть. И бывает такое, что, собственно, некоторые проекты от этого и погибают, да, потому что действительно выявляется какая-то глобальная, такая коренная вещь, которую вот там заложили на начальном этапе, и которую нельзя никак обойти. Есть вещи, с которыми можно бороться, которые, да, все поменялось, тут мы чуть-чуть подпилим, напильничком подрихтуем, и вот оно все равно будет соответствовать, да, текущим ожиданиям. Вот какие-то такие проблемы или что-то такое есть в Прометелосе? В Прометелосе есть проблема с long-term storage. На самом деле стандартный storage, который используется, он позволяет хранить не очень много дней данных, потому что диск растет, это все на отдельной машине, то есть если это как-то реплицировать будет довольно долго. Появилось множество проектов сбоку, один из них называется Tangus, у Uber есть свое решение M3DB. Они позволяют это решать, но здесь уже как раз Прометелос становится сложным, потому что эти системы, они инсталируются как сайткары, это нужно соответствующую инфраструктуру. Для нашей компании, для InfoBip, нам не важно хранить за год или за два года, поэтому мы меньше сталкиваемся с такими проблемами. Другая проблема – это то, что они не поддерживают авторизацию, никакую по умолчанию, то есть все это нужно делать сбоку или ставить Nginx, еще какие-то системы, Apache. Постоянно много вопросов на эту тему, но Прометелос комьюнити уже давно решили, что они это делать не будут, и люди обходятся как-то своими силами. Как-то так. Да, как-то так, но я разговаривал на последнем промконе в Минхене на эту тему, и один из разработчиков, Юлиус Вольца, говорил, что намного проще, наверное, каждому сказать, как настроить Nginx, чем сделать это для уже готового продукта. Это прям позиция определенная, я бы так сказал. Слушай, а вот ты, знаешь, затронул как раз тему сайдкаров, вот этих сервисов, вот там сейчас наш, так, в последнее время, мне кажется, довольно популярна тема сервис-меш, вот это все, да, security, когда ты, в принципе, идея очень клевая, когда ты без изменения исходного кода своего сервиса, да, конечного, ставишь рядышком прокси, и который за тебя все решает. Он и метрики собирает, и там политики безопасности. Вот как ты, ну, при этом, как бы вот сейчас мы обсуждаем про Минхенеус, где надо там, значит, в коде там endpoint запилить, вот как ты думаешь, победит ли вот те же самые там маленькая такая сервис-меш структура, либо все же, ну, что ты думаешь вообще по этому поводу? Я думаю, что победит, кроме того, на следующей конференции в Москве, DevOps Pro, я буду рассказывать о сайтках. Молодец! Ну, как мы попали, а? Верхние пять, молодец! О сайтках, каким образом мы у себя в инфобипе маскируем не джава-сервисы, в джава-сервисы, и у нас... Вот это, вот это, вот это поворот! Вся инфраструктура, она выглядит как стандартная, единообразная, получаются метрики, то есть, если даже ты не знаешь, знаешь endpoint, но не знаешь IP-адрес, но не знаешь, что это за приложение ты делаешь, получить метрику, он тебе отдает, а будь там Redis, будь там джава-приложение. Вот это, кстати, интересная, интересная мысль. Ну, анонс конференции мы положим в шоу, но такой вот к этому выпуску подкастов. Да, мы это делали как раз для того, чтобы вот эти сторонние вещи, как базы данных, слейвы, для баз данных, сейчас плохо говорить, слейвы, я забыл, да, я забыл слово, которое надо говорить вместо... Как же, я даже не знаю тоже, как это... Не знаю, как это... Ведомый, ведомый, точно, вот-вот-вот. Ужас. Да, ведомый Redis, чтобы если мы добавляем... Ведомый Redis, и вот прямо пять. Отлично. Добавляем инстансы, они автоматически... Прометирус их находил, без прописывания каких-то IP-адресов, и вообще вот у себя в компании, то есть мы стараемся строить инфраструктуру так, чтобы когда аппликейшн стартует какой-то, он знать не знает о других инстансах, то есть об их IP-адресах, он знает только, что они делают. Ага. Слушай, ну вообще очень интересная история, мне кажется, сама по себе. Вот эта битва подходов, а давайте забьемся через годик, может быть, чуть побольше, когда уже станет понятно, какой из подходов победить, собраться еще раз и обсудить вот эту тему. То есть какой из подходов победил, и почему? Вот мне кажется, будет интересно. Знаешь, а мне кажется, где-нибудь через годик-другой те подходы, которые сейчас уже считаются не самыми свежими, мы про них забудем, но появятся совсем новые, которые мы будем, как сейчас, обсуждаем. Да, они будут другие на волне, на этой хайпе, а что будет с существующими, очень неизвестно. Да, смотри. Несмотря на то, что время уже меняется, DevOps в практике и все, раньше же как говорили, хорошо иметь инженера, который умеет делать все, и потом начали говорить, что хорошо нет, хорошо иметь инженеров, которые умеют что-то одно, и очень хорошо. А я до сих пор из этого old school, я считаю, что каждый должен делать все, и вот как раз мы стараемся делать так, чтобы он умел делать все, но не профильные вещи, он делал в обычном режиме, как он делает для того, что он делает лучше всего. Для Java приложений, то есть он работает... T-man, да. Слушай, это, конечно, хороший, так сказать, тезис, такое утверждение, но вот смотри, одно дело, когда ты раньше, 10-15 лет назад делал все, потому что ты написал, там, не знаю, мы тут уже смеялись немножко на эту тему, написал там, в HTML-ке, заотправил, по FTP залил, поднял Apache, оно все работает. Другое дело, что сейчас все, это, извини, ты должен знать контейнеры, ты должен знать оркестрацию, ты должен знать там миллион Ямлов, Ксамулов, XML-и, Джейсон, боже, столько всего. И вот это все, оно превращается вот в огромную вещь, которую в некоторых случаях даже охватить невозможно. Ну, смотри, я начинал свою карьеру еще когда был студентом, я начал работать в аутсорсинговой компании, как C++ программист. Ну, я так считаю, что вот это все, кубернетисы, новая скойляция, это все фигня. На самом деле. Когда я начинал, когда батька начинал, да, 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 пришлось написать свой компилятор с Ассемблера сначала, а потом, конечно, уже к плюсам прийти, вот тогда уже книжка помогла. Нет, ну, вот в этом плане, знаешь, там C++, он такой вот скульный, ну, Симейк появился, что-то из последнего, что-то там. Нет, там очень большие изменения, на самом деле, последние стандарты прям очень хорошие. А кто их в продакшн-индейузе из последних стандартов? Ну, я потом тебе за кулисами расскажу. Я могу тебе даже демку показать, но это потом. Хорошо, ладно. Немножко сенсовночки, немножко сенсовночки. Вот. Ну, в целом, в целом, очень круто. Ждем от тебя ссылки, и мы будем потихонечку завершаться, не будем тебя пытать. Да. Ссылочки ты нам пришлешь, мы их положим в шоу-ноты к этому подкасту, и он выйдет сразу аж в двух подкаст-лентах. И на этой замечательной ноте мы будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели. С вами был Голодный Антон Черновцев из Иркуска. Костя Кейс-Даймон, Буркалев из Москвы. Андрей Маркелов из Санкт-Петербурга. Инфобиб. Вот, отлично. Мы три самых любимых города мы их выбрали. Прям супер. А на этом действительно все. Петь кофе, пишите, жоу. Пока-пока. Да, всем счастливо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok